Мы собрали группу архитекторов, группу строителей и сегодня ведутся исследования фундамента, постамента. Мы смотрим, насколько это безопасно или не безопасно. И после того, как компетентные наши архитекторы и строители, ведущие города Харькова, дадут свои выводы, мы примем решение по дальнейшей реконструкции этого памятника. Единственное, что, как заявил Харьковский городской голова Геннадий Адольфович Кернес, мы поставим этот памятник и памятник будет в городе Харькове. Мое мнение лично, что неплохо, потому что он в свое время много делал пакостей. И пришел час, когда в конце концов возмездие пришло ему. Ведь не он ли ломал церкви, не он ли сверх царя в свое время, да? А теперь он был нашим таким мифом, царем. Теперь пришло время его снести. Ну просто говорится о том, каким методом. Но надо было как-то все-таки, вот я харьковчанка коренная, мне бы хотелось, чтобы это было вот, ну, культурно. Днем, во-первых, собрались люди и вот объяснили им, что вы понимаете, что вот пришел час новостройки, перестройки. Другая Украина стала, другое время пришло. И действительно, зачем нам вот это вот стоит? Ну, за то, что Кернес сказал, давайте поставим его опять, я опять против. Вы знаете? Я против. Давайте мы решим вопрос и поставим какой-то другой памятник. Красивый, чтобы он радовал всех. Ну, зачем мы опять поставим этого монстра? Опять мы будем дразнить людей, опять будем мы его сносить. Ну, зачем? Ну, нема так нема. Спасибо. Вам все равно? Не то, что все равно. Мне кажется, я верно с рукой. Правильно сделали. Когда царей скидали, когда Сталина снимали, это что, думали, что не аукнется? А аукнулось. Слышка неправильно. Ну, смысл в этом все. Свалив памятник, по-моему, лучше не станет никому. Если бы он не был пустым, могли провалить метро, могли бы погибнуть люди, я думаю. Поэтому не стоило так делать. Я ж возраст большой имею. Я ж, вы знаете, что я ленинец. Это история, это хороший был человек. Он давал каждому жизнь человеку, Ленину. Ну, потому что он все равно правее, все были одинаково, все было одинаково, не было выделений, все были равными, не унижены, не оскорблены. Учиться, учиться, учиться. Знаете, много. Но это история. Я одобряюсь, но с памятника Ленина, это очень правильно сделали, давно пора это сделать. Я против. Я выросла в Харькове, я привыкла, тут назначали свидание. Это был символ Харькова. Ну, пусть бы ставил коммун, мешай. Как в Латвии. Всех собрали и в скверики поставили. Тогда было так. Ну, не так же рушить это было. Я против. Ну, дело в том, что данный памятник уже, к сожалению, перестал быть непосредственно памятником. Он стал символом сбора сепаратизма в городе Харькове. И в результате этого общественность Харькова сделала такие действия. Дело в том, что губсбернаторам было подписано распоряжение по установке памятника в тоталитаризму. И упал он именно уже после подписания данного распоряжения. Есть такое понятие, как решение граждан Украины. В данном случае это общественное мнение, воплощенное в жизнь. Речь о демонтаже и переносе памятника велась еще с февраля месяца. К сожалению, наши местные власти не приняли никаких мер к этому. В результате харьковчане сами решили судьбу памятника. Хотя на самом деле перенести его цивилизованным способом могли и могли давно местные власти. И камень преткновения был решен. Видать, кому-то было выгодно, чтобы он служил идолом сбора сепаратизма.